Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Технический директор Ripple говорит, что сообщество может вынудить компанию уничтожить 48 миллиардов XRP, почти половину от общего объема токенов. 2021 год будет прекрасным годом для криптовалют, а вот для фиатных денег центральных банков не очень. Об этом говорил Рауль Пали, об этом я тоже готовлю отдельный ролик. Если вы холдер XRP или биткоина, обязательно посмотрите это видео до конца. Мы будем говорить о плане печати валюты, о том, сколько фиатной валюты планируется напечатать в 2021 году Федеральным резервом, и что вообще происходит с деньгами, крипторынками и XRP. Обязательно проанализируем цену XRP, прямо сейчас она находится на уровне 55 центов, и это очень важный уровень поддержки. В ближайшие времена обещают быть очень интересными, так как мы увидим, что будет происходить с криптовалютой после запуска криптоиндексов в 2021 году. Давайте посмотрим на CoinMarketCap и посмотрим на общую капитализацию криптовалют. На данный момент она составляет 535 миллиардов долларов. На фоне остальных существующих рынков это на самом деле очень мало. Поэтому, несмотря на недавний сумасшедший взрыв биткоина, мы находимся только лишь в самом начале пути. Итак, вернемся к статье, с которой мы начали. По словам Дэвида Шварца, технического директора Ripple, Ripple может быть вынужден сжечь все свои запасы XRP, если сообщество проголосует за это. В Твиттере он заявил, что валидаторы могут вынудить компанию сжечь 48 миллиардов XRP, независимо от того, хочет она этого или нет. Как это повлияет на курс XRP? Мне, кстати, такие вопросы очень часто начинают задавать после выхода этой новости. Я думаю, вы догадываетесь, но для тех, кто все-таки хочет услышать это от меня, мы обсудим данную ситуацию немного позже. На данный момент компания хранит половину всего объема предложения XRP, и в прошлом она уже попадала под гнев сообщества за продажу токенов, так как они держат эти токены на счетах условного депонирования. Как рассказывал Брэд Гарлинхаус, когда они выводили эти токены со счетов и продавали, цена XRP падала. Именно поэтому, если мы посмотрим на отрезок графика XRP двухлетней давности, мы увидим, что очень долгое время курс XRP сдерживался и не мог даже пробить трендовую линию. Но недавно случился пробой, ведь 10 ноября вышло важное обновление о том, что Ripple прекращает продажу своих XRP и начинает выкупать их обратно. В одном из интервью Гарлинхаус сказал, что вместо того, чтобы продавать оставшиеся у компании токены, они будут накапливать и хранить их. В уже упомянутой ветке Твиттера, которую создал Шварц, он заявил, что их блокчейн достаточно демократичный. Ripple ничего не может поделать, чтобы повлиять на результат голосования сообщества. Поправки в реестр XRP требуют 80% уровня одобрения от валидаторов. И эти поправки будут приняты в том случае, если одобрение от валидаторов будет находиться на этом уровне на протяжении двух недель. В июне валидаторы реестра XRP уже проголосовали за принятие новой поправки, которая называлась «Чековая поправка». Поправка вела пользовательскую возможность выписывать друг другу чеки с заранее определенным количеством XRP, которые могут быть востребованы в любое время. Комментарии Шварца стали чем-то вроде посткриптума к инциденту в ноябре прошлого года, когда выяснилось, что Ripple также может в одностороннем порядке решить сжечь миллиарды токенов в предложении. В то время Stellar как раз-таки сократил общее количество токенов XLM со 105 миллиардов до 50 миллиардов. Шварц отпустил колкость в адрес Stellar Development Fund за сжигание более 50% от общего предложения токенов XLM. Он написал «Слишком плохо, что XRP децентрализован, иначе кто-то сможет просто сжечь половину предложения и поднять цену до 29 центов». Соучредитель Stellar Jet McCulley ответил, что Ripple может сжечь столько же токенов с такой же легкостью. «А о чем ты вообще говоришь? Ripple Labs могут сжечь половину запаса XRP», — написал он. Шварц признал, что это можно сделать, объяснив, что такое возможно лишь с помощью нетрадиционных методов. Например, использование токенов в качестве оплаты комиссии, или же отправить их на счет, к которому никогда нельзя будет получить доступ. Ripple уже давно подвергается критике за регулярную продажу токенов. Согласно отчету XRP RCAT, опубликованному в начале 2020 года, с декабря 2017 компания продавала в среднем 196 миллионов токенов XRP в месяц. По состоянию на апрель было продано в общей сложности 5,5 миллиардов XRP. Во втором и третьем кварталах этого года Ripple прекратил продавать XRP и начал выкупать токены, чтобы поддерживать курс. В третьем квартале компания приобрела XRP на сумму 45,5 миллионов долларов. Итак, ребята, чего нам ожидать? Если они сожгут половину предложения XRP, мы можем ожидать очень-очень сильный скачок цены. Ведь когда предложение уменьшается, угадайте, что происходит со спросом. Спрос просто взлетает, ведь когда есть ограниченное количество чего-либо, то люди хотят это еще больше. Да даже если спрос останется на том же уровне, а предложение при этом уменьшится вдвое, сами понимаете, как это сказывается на цене. Это как халвинг биткоина в какой-то мере. Если мы посмотрим на рынок, на доступные предложения биткоина в сравнении с XRP, например, то у биткоина циркулирующее предложение составляет около 18,5 биткоинов. В то же время у XRP этот показатель 45 миллиардов. Так что они могут себе позволить просто сжечь половину этого объема, и это выльется в достаточно серьезный подъем цены XRP. Как вы видите, сейчас Ripple очень ровно идет прямо по линии поддержки в 55 центов. Возможно, он пробьет ее и еще несколько раз протестирует следующие уровни сопротивления поддержки, прежде чем набрать силы улететь вверх. Сейчас движение цены будет зависеть от того, решит сообщество сжечь половину предложения или нет, особенно после аэрдропа спарков. В 2021 году S&P Dow Jones планирует запустить криптоиндексы. S&P Dow Jones – крупная компания, которая занимается финансами. В четверг заявила, что запустит настраиваемую службу индексации криптовалют в партнерстве с Luka в 2021 году. Криптоиндексы так или иначе должны были быть запущены, учитывая, что институциональные инвесторы с Wall Street заинтересованы в них как никогда раньше. Доказательство их интереса заключается в том, что стремительный рост биткоина в этом году как раз-таки вызван тем, что финансовые учреждения стремятся купить его как можно больше. Когда пришли институциональные инвесторы, за которыми мы все следили, они начали очень сильно двигать крипторынок. Из-за этого на рынке началась огромная волна эмоциональных покупок в погоне за упущенной выгодой. Питер Роффман, глава отдела инноваций и стратегии S&P Dow Jones сказал, мы наблюдали за этим пространством цифровых активов и чувствуем, что оно находится на стадии зрелого институционального интереса, когда такие компании, как наша, хотят войти в рынок и внести свой вклад в его прозрачность. Думаю, криптоиндексы будут очень интересным продуктом, который повысит интерес к криптовалюте среди обычных людей тоже. И сейчас я покажу вам один документ, чтобы вы понимали, с наступлением нового года проблемы 2020 никуда не денутся, как многие почему-то думают. Наверное, вы сами понимаете, если фиатные валюты печатаются в сумасшедшем темпе, то что будет происходить с криптовалютами и золотом, например, в будущем. Сейчас вы видите документ Совета Управляющих Федеральной Резервной Системой. Он называется «Заказ на печать банкнот Федерального Резерва на 2021 год». Здесь есть диаграмма, которая показывает объем денежной печати в разные годы. Цветами и текстурой отображены различные банкноты от 100 долларов старого и нового образцов до 1 доллара. Если мы посмотрим на планируемый уровень 2021 года, то они планируют добавить в экономику больше банкнот, чем за любой год прошедшего десятилетия. Посмотрите на график 2020-го. В 2021 году будет почти в два раза больше. Вспомните, в 2020-м в экономику было влито больше денег, чем за первые 200 лет существования США. Причем это произошло всего лишь за один месяц 2020 года. Думаю, вы можете представить, как это отражается и отразится на инфляции. Эта информация должна стать звоночком для понимания того, что с фиатной валютой все кончено. Но для золота, серебра и криптовалют все только начинается. И судя по тому, что публичные компании ищут такие активы для конвертации своих резервов в них, это понимаем не только мы. Но также помните, что ничего не может расти вечно и даже биткоин. Будьте аккуратны и не поддавайтесь эмоциям. А меня зовут Богатейщий Ди, ставьте лайки. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Меня это всегда очень мотивирует. А также подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok